Ребят, всем привет! Вот так нестандартно начинается видео, потому что это будет такая мини-интеграция перед основным видеороликом, чтобы вы, ну, услышали меня и не повторяли моих ошибок. Я заикнусь об этом еще не раз в видосике, но не суть. Во-первых, читайте описание, там все полезное лежит уже. Во-вторых, используйте более новую версию Moodla, потому что в той, которую использовал я в видосе, нет Reddisa, то есть там M-Cash есть, Reddisa нет. И в-третьих, обязательно до конфигурации образа IMI, запомните это, вот сейчас мои слова, до конфигурации образа, поменяйте в config.php строчку. Обязательно поменяйте, иначе вы потом будете просто страдать под конец, когда у вас практически все собранное не заработает. Просто не заработает, как у меня не заработало. Это просто ужас, блядь, столько времени потратить, и как бы оно не заработало. Ну, по итогу я показал, как что собирать, но готовый результат получится именно у вас, потому что свои косяки я все описал мини-вставочками там и так далее. Вот, поэтому обязательно подпишитесь на канал, я выложу попозже уже нормальную версию того, как это должно было выглядеть. Вот, и обязательно запилю отдельные ролики по всему, потому что, ну, я дальше буду пилить Amazon, вне зависимости от демо-экзамена, мне в принципе это не важно. Я просто, ну, на демо-экзамене мы сейчас заострились просто, да? А в основном ролики уже пойдут дальше в спокойном, свободном формате. Вот, поэтому все, я пожелаю вам приятного просмотра. Обязательно досмотрите до конца и потом напишите вообще, что как, стоит ли как-то что-то менять, либо стоит там, я не знаю, куча тысяч дублей делать, зато получить один идеальный. Или стоит вот так же с ошибками, возможно с объяснениями, но записывать вам, чтобы вы понимали. Вот, ну все, приятного просмотра, давайте смотреть видос. Всем доброго вечера, ночи, утра, там я не знаю чего. Мы с вами продолжаем собирать задания, но сегодня по предложению одного человека мы просто возьмем и соберем так, как есть. Возможно с монтажом, возможно без монтажа, там как пойдет, короче. Один видос, одна попытка уже не удалась. Вот, сейчас вторая попытка записи. И будем надеяться, что сейчас все получится. Так, с чем мы начнем? Что мы, короче, будем делать? Давайте с вами сначала обозначим. Помним все вот этот скрипт на Moodle. Соответственно, мы будем использовать его сразу его редачим. Добавляем 8080, так как по заданию сказано, что внутри на 8080. Сразу запоминаем про две ActiveZone, что потом вопросов не было. И запоминаем то, что DynamoDB у нас не будет, но у вас оно будет. Вот, берем наш этот скриптик. Сразу его копируем. Сейчас мы будем с вами создавать образ сначала для нашей группы. Группы, 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 которая будет запускаться. Не, образ для группы, да, которая будет запускаться. Все, я все правильно сказал. Уже время, это почти час ночи, я заговариваюсь. Так, сразу вставляем сюда вот это. 8080, все правильно. Storage, 8 гигов оставляем. Text. Name. Moodle. IMI. Security Group. Select Existing. Web Servers. Review and Launch. Да, 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 да. Потом изменим эту группу, ничего страшного. Все, ставим галочку acknowledge, что компьютер KPR. Отлично, переходим сюда. Сразу идем в Security Groups. Я не вижу, где. Вот, правильно. Вот это берем веб-сервер, с которым мы сейчас приотачили. Вот она. И в Inbound Rules добавляем 8080. Custom TCP. А, добавим еще, ладно, ничего страшного. Custom TCP. 8080. Anywhere. Все, save rules. Outbound rules тоже самое. 8080. Anywhere. Все, нормально. А, пока что у нас, кстати, еще создается база данных. Вы не забудьте ее создать. Под Moodle нам же с вами база данных нужна. Вот. Так, он у нас должен был запуститься. Берем. Моба-экс-терм. Так. Вспоминаем, как мы должны подключаться. Компьютер KPR у нас лежит где-то, 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 где-то. Я его потерял. Вот он. Жмем. Окей. О, connect появился. Ух ты. Это, наверное, мы обрежем аккуратненько. Так. Первым делом, что мы делаем? Смотрим. У нас www.conf. Стоит на 8080, но почему-то Moodle открывается по умолчанию. А если мы перейдем на 8080, чудо не случится. Скорее всего, я знаю почему. Так. Потому что по умолчанию все лежит, что варовой HTML открывается и по дефолтному конфигу. Conf.hrctpd.conf. Да. Все работает на дефолтном 80-м порту. Сразу меняем сюда. Рестартим. Жмем Ctrl-R. Опа. Все. 8080. Все прекрасно. Давайте выберем... Нет. Мы будем на английском. Я уже помню все эти приколы. Так. MoodleData. Вар www нам предлагает, да? MoodleData. Давайте сделаем так. Сейч. Сразу это делаем минус R. Apache. Все. Жмем Next. Мэрия DB. Берем наш... Наш вот этот вот самый. Вот этот вот самый. Засовываем сюда. Database name будет Moodle. Интересно. Он же нас пропустит? Да, смотрите. Пропустил вообще спокойно. Скорее всего того, что он нас сейчас пошлет... Ну, либо начнет устанавливать. Да, вот он. Оп, кэша ему не хватает. А, ну, в принципе, он только Check. Recommended. Нам плевать. У нас все поста, у нас все работает. Так. Все, запись пошла. Запись пошла. Все, у нас закончилась установочка. Двигаем дальше. Password. Давайте сделаем такой же. Ага. Молодец. Update profile. Ага. Ну, тогда вот такой будет параллель. Так. Вот так пусть будет. Save changes. Все. Модул мы с вами собрали. Все работает прекрасно. Можно упаковывать. Так сказать. И вот именно здесь вот. Вот именно вот. Именно на этом моменте. Что я делаю? Правильно. Я забываю добавить в конфиг то, что надо было. О чем я в конце, в самом конце видео очень сильно пожалею. Но это будет уже в конце. Тогда я уже соберу все. И у меня работать будет оно только лишь наполовину. Ну, короче, смотрите дальше. Вы это увидите. Create image. Модул. 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 Все. Create image делаем. Так. Теперь нам надо с вами дождаться, пока у нас с вами сконфигурится image. Это долго. Поэтому на паузу опять улетаем. Так. Все. Available стал. Теперь мы можем с вами уже начинать стыкать autoscaling group. Autoscaling group. Автоматически, самостоятельно расширяющаяся группа. Идем в language configuration с началом. Нам нужно создать новый. А модул. АМИ. Choose AMI. Вольня модул. Инстанц. Тайп. Т2. Микро. Должен быть. Я не собираюсь платить миллионы. Т2. Микро. Чуть. Так. Спот инстанц нам не нужен. Advanced details нам не нужен. Здесь оставляем все как есть. Это scaling security group. Нет. 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 Веб серверс нам нужен. Теперь компьютер keep pair. I acknowledge. Ну и все. Create language configuration. Вот и все. Language configuration создан. Теперь идем в autoscaling group. Этого autoscaling group придется создавать. Впишем. Впишем. Модул. Май. Свечаем на. Левенш конфигурейшн. Вбираем модул. Май. Впс. Ставим вот эту. Ставим сразу две сетки. Я говорил. Запоминаем про две. The active zones. Далее. Load balancer пока что не приотачиваем. Жмем дальше. Desired capacity. Desired capacity. Это сколько стартует с запуском autoscaling группы. Один. Это минимум. Сколько допустим для работы. Максимум. Три. Target tracking policy. Он сам будет решать. Когда ему надо уменьшить. Когда увеличить. New target policy. CPU utilization будет 15%. Вот тогда он будет либо увеличивать. Либо уменьшать. Даже давайте 20 поставим. Не надо 15. 15 мало. Notification нам не нужны. Теги нам не нужны. Review. Да. Сейчас запустится два инстанса. Все будет прекрасно. Нажимаем create of the scaling group. Теперь ждем. Теперь ждем. Desired capacity 2. Минимум 1. Максимум 3. Все. Сейчас должны запуститься инстансы. Так. Один запускается. Один запускается. Скоро запустится второй. Модел. Аймай. Все. Он нам пока не нужен. Стопим его. Чтобы он не тратил бесплатно наше время. Мы же все-таки на бесплатных аккаунтах сидим. И так сейчас придется денежки потратить. Что нам категорически нельзя делать. Но придется. Так. Все. Открываем. Теперь убираем. Ставим здесь 8080. Так. Да. Вот. Именно вот эта ошибка. Она исправляла. Должна была быть исправлена. В самом начале. Когда мы еще только конфигурировали образ IMI. Вот. Поэтому советую не повторять моих ошибок. Проследовать в описании. Там лежит вот этот конфиг. Большой. И в самом конце. Самая последняя строчка. Там http. Равно сервер. Вот. И вот эту вот строчку. Пожалуйста. Вставьте в конфиг. Мы это с вами уже делали как-то. То есть. Чтобы по. Неважно по какому айпишнику. Все равно открывался Moodle. Вспомните. Или посмотрите прошлые видосы. Или перемотайте где-то. ближе к концу. Там это будет сказано. Но лучше сделать это сейчас. Посмотримся теперь на каждую из машинок. Тогда. С wpn. Так. Начинаем. Все. Нам ничего не откроет. Ну и ладно. Мне особо и хотелось. Так. Вот они. Наши две машинки. Начнем с этой. Убираем наш private key. Это компьютер key pair. Жмем. И логинимся. Нет. Идем в вар. Ввв. HTML. Конфиг. PHP. Видим вот эту вот строчку. Убираем эту строчку. Отменяем то, что мы убрали эту строчку. Берем вот эту вот. Создание. Ну ладно. Давайте просто уберем отсюда вот это. И запустим так, как оно должно быть. Все. Все прекрасно работает. Все отлично. Теперь осталось решить вопрос со второй машинкой. На 17-й мы уже были. Теперь заходим на вот эту. 37-я. Sessions. Private key. Выбираем компьютер key pair. Жмем окей. Коннектимся. Сразу не повторяя предыдущих ошибок. HTML. Config. PHP. Вот этот. Убираем. И вот этот. Нет. Нет. Не то. Вот это вот. Вставляем. Понял. Так. Копируем. Вставляем. Вот сюда. This is model. Отлично. Что, даже зайти смогу? Ух ты. Так. Давайте зайдем, наверное, на... Добавим новый курс. Для наглядности. Save and return. Откроем список курсов на втором модле. Все. У нас все с вами синхронно. Хотя IPшники разные. Все. Прекрасно. Так. Теперь нам надо сделать так, чтобы мы каждый раз не писали вот это вот 8080. Просто писали один IPшник. У нас все с вами прекрасно работало. Для этого нам нужен load balancers. Так. Load balancers. Ждем. Load balancers нет. Видим application load balancer. Нажимаем create. Итак. С чем мы начинаем? My new LB. Так. Оставляем все как есть. Выбираем две зоны. Жмем дальше. Дальше. В security group выбираем web servers. Routing. Name. New target group. 8080. Выбираем оба. Review. Create. Раз. Два. Все. Ребят. Все. Наконец-то все заработало. Далее. Что мы делаем? Вот у нас есть DNS name. Load balancer. Мы копируем это. Таки вставляем. Бам. Открывается Moodle. Все. Нагрузочка у нас будет балансироваться. Но. Здесь есть одно но. Target group мог не добавиться. Instance. То есть сам он не добавится. На самом деле все добавится. Если вы просто приоттачите этот load balancer после создания сразу к auto scaling группе. Он у вас сам будет уже добавлять в target группу вот эти инстансы. Вот они сюда будут добавляться. Теперь. А. Чтобы они сами добавлялись. Мы идем в Webto scaling group. И оттачим сюда наш этот самый. Ну вы поняли короче о чем я. Load balancer. Так. Где у нас load balancing? Load balancer. Load balancer. Вот этот. Update. Нажмем update. Бам. Все. У нас приоттачился load balancer. Где он тут? Вот он у нас. Load balancer. Target group. Так. Все. Мы продолжаем с вами решать нашу поставленную задачку. Что у нас дальше по плану? Мы с вами VPC. Use 0. Load balancer. Создали. Auto scaling. Создали. Redis. По плану у нас с вами Redis. Redis у нас с вами вот здесь вроде должна лежать. В ElastiCache. ElastiCache management. Вот Redis. Create. Redis. New Redis. New Redis. 6379. C6 large. Ага. T2 micro. Надо нам такого счастья. Я не расплачусь потом с ними. Так. Все. Оставляем как есть. Ну. А. Ну. Не будем. Короче. Возьмем. Давайте. Web Servers. Default. Натачим. Сейчас Web Servers подкорректируем сразу же. У нас. Хотя должно быть разрешено вроде бы. Сейчас посмотрим. Я не помню точно. Inbound Rules. 6379. Нету. Значит мы должны добавить сюда. А может тут есть сразу для Redis? Так. Ну-ка посмотрим. Нет. Ну ничего страшного. Так. Нам же 6379 надо. 6379. Отлично. Вот. Bound Rules тоже добавим. На всякий случай. Все отлично. Так. T2 micro. Здесь мы все выставили. 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 Отлично. Создаем. Нас с вами придется подождать пока наш кластер создастся. Потому что это реально надолго. А потом мы будем приотачивать его к мудлу. Но. Но. Оказалось что не все так просто. И во-первых. Чтобы поставить плагины. Придется знатно. Так сказать. Посидеть с этим. А во-вторых. Версия мудла. Которую я поставил. Она. Не поддерживает Redis. Да. Поэтому ставьте более новую версию. Если вы уже начали. Ну. Откатывайте назад. Че. Ставьте другую версию мудла. Потому что именно это. Не поддерживается. Я сделаю интеграцию. Касаемо этого. В начале. Заранее. Скажу вам все. А. Эту вы посмотрите потом. Почему-то здесь не Redis. Здесь должно быть написано Redis. Тогда эти плагины начнут работать. Не знаю с чем это связано. Но я думаю вы поняли о чем я говорю. И что у вас должно там быть. Если нет. Попробуйте поставить другую версию мудла. Вот. Так-то оно должно было завестись. Но почему-то оно не хочет заводиться. Честно не знаю с чем связано. Хотя должно. Непонятно почему. Вот так оно должно завестись. Но оно не хочет заводиться. Соответственно если оно не хочет заводиться. Мы не будем тогда пытаться его завести даже. Потому что это какая-то другая версия мудла. Это не то что надо было бы увидеть. Так. Ну допустим Redis мы тоже как бы сделали. Потому что я думаю вам понятен принцип того как делать. Если что видосы есть все равно на канале. Там все есть. Вот. С DynamoDB насвязываться не будем. Нам это сейчас не надо. Как бы нам так нагрузить. Что у нас размножился наш instance. Давайте знаете как сделаем. Вот так. Вот так. Ждем пока я так понимаю запустится второй instance. Он в состоянии pending до сих пор. А нам вот надо чтобы состояние running перешел. Все отлично. Теперь смотрим. Load balancer. Даже я бы сказал target group надо посмотреть. Да. Добавился. И вот на моменте монтажа я нашел вот эту самую ошибку. Помните я в самом начале говорил. Добавьте. Добавьте вот этот вот хост. Ну не хост, а как этот. В config.php строку короче. Добавьте еще в самом начале доконфигурирование образа. Вот она. Вот она эта ошибка. Это мой косяк. И вот. Что из этого получилось. Прямо уже в самом конце видоса. У меня перестает работать в принципе вот эта вот вся схема. Образе. Уже внутри образа желательно это использовать. Вот. Поэтому. Я наверное на этом с вами попрощаюсь. Но. Перед началом видео я попробую сделать вставочку вам специально. Чтобы вы зашли сначала в описание и почитали. Но еще я потом отдельно запилю видосы по каждому. Чтобы у нас все выглядело более-менее идеально. То есть видите. Одним дублем идеально быть не может. А если несколькими дублями делать. То оно получается в принципе более-менее даже ничего. Вот. Но это был такой тестовый видос. Файлик весь. Я вот туда прям коперну его в описании. Оттуда заберете его. И перед началом видоса я попробую сделать. Типа такой интеграции вам. Чтобы вы поняли вообще о чем я буду говорить. Все. Всем до скорых встреч. Я постараюсь еще запилить вам видосов. Прям подробно-подробно-подробно. Чтобы вы поняли что делать. Куда писать. Как писать. Зачем писать. Почему именно это надо писать. Вот. Ну в общем. Скоро увидимся. Давайте.